Я много лет назад была главным врачом города, конзорный орган был, главным врачом бедстанции. Ушла на пенсию с главным специалистом, потом стала заведующей лабораторией, директором жилого срочный день. Для меня всегда, как профессионал, слово эпизодической ситуации. То есть эпизодия. На сегодняшний день в нашей области зафиксировалась эпизодическая ситуация, оказалась неблагополучной. В пяти местах у нас пять случаев зафиксировали бешенство среди верблюдов. Ранее была зафиксирована среди верблюдов чума верблюдов. То есть наш регион является неблагополучным по особо опасным заболеваниям. Причина возникновения этого заболевания, первое, нет учета скота. Не проводится своевременная вакцинация. Это раз. Разрушили всю ветеринарную службу сверху до внизу. То есть создали множество структур. Если раньше было, например, территориальная инспекция, ветнодзор, ветконтроля. Одна структура работала, осуществляла контроль, она подчинялась республике. В 2014 году закон изменили. В 2014 году, 17 января, номер этого закона не помню. То есть часть функции территориальной инспекции надзора и контроля передали местным исполнительным органам. В 2014 году, значит, вы сдали закон, где вот эта часть функции, значит, это диагностика, проведение вакцинации. Все это передали местным исполнительным органам. А проведение ветеринарной санитарной экспертизы продуктов сырья и животного происхождения на объектах внутренней торговли передают в конкурентную среду. То есть в частной руке дают. Это, конечно, ошибка. Я всегда считала, что вот эти две структуры, которые параллельно работают, здравоохранение, самопедстанция, ветеринарная служба, которые стоим мы, четко стоим на страже здоровья всего человечества, то есть людей и животных, это роковая ошибка передала частная ручка. Теперь, значит, кучу структур создали, территориальная инспекция, по инспекции ушло управление ветеринарией, которые при исполнительном органе создали ветстанцию, создали частные структуры. И все мне, если не ошибаюсь, но если ошиблась, пусть эти люди меня простят, мне кажется, они не работают. Мне тоже так кажется, они не работают. И никакой взаимосвязи между ними нет. Но сегодня почему бешенство произошло? Потому что не осуществляется ни контроля, ни надзорный контроль. Да, вакцинацию проводят частные врачи. Вакцинацию проводят организации, которая называется ГУВИД-станция, которые были созданы в 2014 году. То есть выбросили ГКП Магестово-Витсервис в сторону, создали государственные учреждения ветстанции по всем районам. То есть эти ветстанции не работают. Если бы они сововременно вакцинировали бы животных, всех видов, которые заболевают, бешенством, такого случая у нас бы не произошло. Теперь, значит, на сегодня наблюдаю, меня волнует. Но случилось. Мы инфекцию допустили, как говорится. Что же они делают теперь? Почему они перед населением не отчитываются? Что они делают? Какую работу они проводят? Должно здесь быть в двух районах зафиксировали. Где локальный карантин? Где локальный карантин? Что сделали с этими погибшими животными, которые заболели бешенством? И где говорят, что точно подтвердился диагноз? Что с этими животными сделали? Дальше какая работа проводится? Например, я вот на сегодняшний день, еще, конечно, это предприятие не ликвидировали. Я нахожусь, например, работаю на рынке Макаш-Тетси-Первника. Мне ни одна бумага не поступила, где главный врач города, главный ветеринарный врач области должны по всем предприятиям, где проводится экспертиза, дать бумагу. Да, завиксировался такой-то, такой-то случай бешенства. Просим вас приостановить проведение ветеринарно-санитарной экспертизы на продукт мясооблюжательной и молочной продукции. Мы на сегодняшний день ни один документ не получили.